А здрасте! Доброе всем утречко! У нас тут продолжается отрадная долина, и смотрите что у нас происходит. Я за кадром, друзья, немножко попилил деревья и выпилил тут... Ну много чего я выпилил, в общем-то, да. Все это дело я загнал на нашу суперскую лесопилку, и она, в общем-то, сутки проработала. И можно глянуть даже, что у нас за сутки здесь произошло, приключилось. Активны были, разумеется, все три линии, бревна почти закончились, там было около 190 кубов бревен. И у нас есть три линии с досками, почти по 40 кубов они, каждая линия сделала. Общая здесь на все три линии со щепой, я не знаю, бункер, короче, отделение, да. И смола, тоже общая на все. Сколько, кстати, стоит смола? На самом деле, хрен ее найдешь. Во, а я нашел, кстати. А смола-то не дешево стоит. Вообще, она понадобится в будущих производствах, но если что, ее, в принципе, можно будет продать какие-то деньги за это получить. Щепа тоже нужна будет в производствах в будущих, поэтому ее тоже надо будет оставить пока. А вот доски можно пока что будет попродавать, чтобы заработать какие-то минимальные деньги. Я, друзья, в прошлой серии, кстати, подумал о том, чтобы вот эту вот полянку выпилить и засадить соснами, которые, ну, мы сами будем сажать. И они будут длинные, красивые и прекрасные. Но знаете, что я подумал? Я подумал, что так оно не будет. Потому что если мы пробежимся чуть-чуть дальше, а именно вот сюда, то вот этот вот лес впереди, это тоже наш участок. И я думаю, что мы будем выпиливать сначала его. Здесь реально дохренища деревьев, и здесь просто не перепилить все. Это, кстати, тоже вроде как наш участок, да? Нет, это уже не наш участок. Наш участок только вот этот лес. В любом случае, его можно здесь перепилить весь. Здесь никакие производства не поставишь, потому что здесь очень кривой рельеф. Попилить можно будет, без проблем. Как отсюда теперь выбраться? Твою мать, я заблудился. О, вроде нашел выход. Так вот, пилить дальше вон то. Лес не сажать пока. А здесь, так как у нас относительно ровная площадка, можно будет ставить какие-то производства. Потому что производств нужно ставить еще будет много. И по плану у нас, друзья, знаете что? Ну, точнее, у меня. По плану у нас дальше лесное хозяйство. И нужно будет поставить производство планок. Вот эту вот штуку. Будем делать планки из досок. Но у меня не хватает на нее денег. 132 тысячи стоит. А самое главное, я даже не могу посмотреть, сколько места эта зараза занимает. Но вообще, судя по этой картинке, она не очень большая. Поэтому вот эту полянку я до конца допилю. Ну и вот эту вот площадку будем использовать для того, чтобы ставить сюда производство дальше. Вот такая вот линия будет. Вот это место пока что трогать не будем. Не знаю, оно, наверное, даже нам не принадлежит. Но, друзья, начнем мы сегодня не с этого. Надо поехать продать доски, которые у нас уже есть, чтобы поставить второе производство. Производство планок. Досок у нас много. Получается округлим. Будем считать, что по 40 кубов. И три таких линии. То бишь, 120 кубов у нас выработалось. Но для того, чтобы все это дело продать, нам нужен новый суперский прицеп. Поэтому давайте вот этого товарища мы отправим сейчас в магазин. Только вот этот прицеп куда-нибудь забросим. Чтобы он не мешал. Да, кстати, у нас топливо тоже есть. Немножко выработалось. Интересно, сколько его, кстати. Да, я что-то... 9 кубов. Нормально. С 12 кубов силы получилось 9 кубов топлива. Неплохо. В общем-то, прицепчик этот мы бросаем здесь. Топливо у нас на будущее есть. Все с этим прям прекрасно. Вот этого товарища мы отправляем в магазин. А сами туда пока телепортнемся. И выберем прицеп, который нам надо купить для того, чтобы возить доски. Эх, не знаю почему, но вот нравится мне именно в магазин приходить, чтобы все покупать. Здесь можно модифицировать. А, а где купить? Купить вот здесь, да? Даже иконочка поменялась, смотрите-ка. Да я знаю, что можно на геймпаде нажать кнопочку и открыть это меню. Но мне почему-то нравится вот так вот делать. В общем-то, прицепов для досок у нас здесь не особо много. Он один или два. Вот этот, наверное, для трактора тоже подойдет, но он маленький. Хотя его тоже надо будет потом купить. Вообще нам нужен вот такой за 56 тысяч. Во, посмотрите, какой классный. Сюда можно и доски ставить, можно еще одно крепление для автопоезда сделать, но я не хочу. Единственное, что я хочу, это оранжевые обода. И выбор колес можно выбрать. Слушайте, а много тут вариантов. Шины, хочу именно шины. Не стандарт, а шины. Они с протектором классные. В общем-то, мы это дело покупаем. 57 тысяч. У нас остается 27, нормально. Все по плану. Во, вот такой вот прицепчик красивый. Вообще обычный. На самом деле, то, что он не сильно полигональный, это хорошо. Это значит, что он не будет жрать ресурсы. А эта карта, падла, жрет ресурсы даже на моем компуктере. И никуда от этого не денешься. В общем-то, наш грузовичок сюда сейчас приедет, заберет вот это вот дело отсюда. И мы встретимся уже на базе, когда я это туда перегоню. Пока, друзья, кстати, у нас с товарищей там катаются, давайте заглянем в контрактики. Может быть тут есть что-нибудь интересное? На самом деле есть. Посмотрите, какой жирный контракт на 64-е поле. Там, правда, поле в 145 гектаров убирать. И это, скажем так, надолго. Но за него платят 287, мать его, тысяч. И я бы этот контракт даже взял. Но не буду. Знаете почему? Потому что это поле номер 64. Вот оно, здоровенное поле. Самая большая проблема в том, что мы на него не можем добраться. Потому что мостов нету. Можно взять в аренду, конечно, какую-нибудь баржу. И урожай этот весь без проблем перевести. Но я не хочу. Мне лень. Поэтому вот такой вот жирный контракт, по сути дела, от нас уходит. Ну ладно, как-нибудь будет и на нашей улице праздник. Куда, кстати, это надо будет возить? В порт Бирмингем? Нет. Это вот сюда. Сюда он просто не доберется. Брать в аренду баржу, которая для зерна, что тоже можно было бы, в принципе, сделать. Мне не очень хочется. Но можно найти какой-нибудь контрактик. Например, вон на хлопочек есть контракт. Поле номер 60. Оно находится у нас на центральном острове. Поэтому мы, в принципе, можем его взять. Оно не такое большое по размеру. Но и награда тут, на самом деле, не такая большая, чтобы с этим всем париться. С учетом аренды техники мы останемся ни с чем. 12 тысяч. Так себе. Наверное, знаете, в контракты я не буду упарываться, пока свою технику не приобрету. Хотя вот культивация. 27 тысяч как с куста просто. Нам дают вот эту штуку. Поле номер 40. Вот оно. Тоже большое, зараза. Ладно, мы пока не будем этого делать. Будем пока что упарываться в лес. Ну вот, друзья, мы и на базе. Приехала вот эта вот штука сюда. Замечательно. Теперь в менюхе надо выбрать погрузку нужных нам палетов. Я не помню, что здесь надо было. Поддоны для миссий стандартного. По-моему, это длинные поддоны. Но я могу ошибаться. Давайте залезем в меню нашей лесопилочки. И, по-моему, это третья производственная линия. Создаем три поддона. Нет, это не третья производственная линия. Я ошибся. Бывает. Это вторая. И оно нихренашеньки не загрузилось. Хотя я тут рядом стою. Может быть я подъехал неправильно? Да, я подъехал неправильно. И я угадал с этими палетами. А сейчас ты мне дашь выгрузить? Интересно или нет, со второй линии? Не дает. Я мешаю. Я понял. Это, конечно, не самая удобная фича, которую только можно было придумать. Придется немножко вот таким вот геморроем позаниматься. Надо как-то просто встать аккуратно. Чтобы я и не мешал, но и чтобы автопогрузка дотягивалась. А я вот, видите ли, мешаю. Да, вдвоем это делать было бы намного проще. Ну и что, каждый раз придется мне вот так вот тыкать, что ли? Ладно, потыкаем, ничего не поделаешь. Может отсюда он будет доставать как-то, а? Не, ничего, нифига оно не достает. Не знаю просто как здесь встать так, чтобы и не мешать. А оно ж падло мешает. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Каким-нибудь способом, да, да я все сделаю. Он две загрузил и не становится. Он такое чувство, что только по три хочет. Вот же ж падла-то, а? Ладно, грузим. Сюда еще четыре штуки сейчас влезет. Это получается мы с одной лесопилки целый прицеп нагружаем. Это неплохо. За сутки. Это вот сутки отработала лесопилка. Еще один, наверное, останется, да? Боже, какой это все-таки геморрой, а? Вам не передать. Хотя иногда интересно вот так вот это все дело потыкать. Иногда. А иногда неинтересно. Иногда хочется все автоматизировать. Давай еще один поддончик, создавайся, да. И вот они. Все загружены на прицеп, соответственно на остальных лесопилках у нас все то же самое. Далее, друзья, мы лезем в меню и ищем здесь доски. Вот они. По 1438 они продаются на Лоуэс. Вопрос, где это? Туда даже метку не поставишь. Я же хрен найду. Черт. Вот как мне это найти? И намного дешевле, в принципе, порт Fitzgerald. Это, кстати, довольно близко. Я думаю, что туда мы и повезем. У нас получится ровно три таких прицепа, поэтому нужно туда все это дело отвезти. Пока что автодрайв я туда писать не буду, потому что смысла в этом особого нету. Мы сейчас, наверное, три раза сами скатаемся. Или я вам покажу один раз, как я туда скатался. Я еще не знаю, что именно, какие мысли мне на монтаже в голову-то придут. Потому что, знаете, особенно когда это делаешь, когда записываешь и монтируешь в разные дни. А если между ними еще какой-нибудь новый год произошел, и ты позабываешь все, в общем-то, свои идеи, все свои мысли. И ничего путного в итоге не получится. Или получится, не знаю. Ну, в общем-то, мы в любом случае пока что едем, продадим первый прицеп. Сейчас посмотрим, сколько денег с этого у нас выльется. Что туда как-то надо добраться, дорогу найти. Вроде бы едем стабильно 83 километра в час. А за счет того, что карта такая большая, кажется, что миллион времени уходит на то, чтобы просто отвезти что-либо куда-либо. Ну и да, здесь, кстати, дороги позволяют срезать по чужим полям. Но вы все прекрасно знаете, что я не такой. Я хороший, цивилизованный человек и езжу по дорогам. Насчет, кстати, вот этой второй точки продаж, которой нельзя было метку поставить. Мне кажется, это глобаловская какая-то точка. И, возможно, ее даже еще нужно купить. И, возможно, оно там не сразу будет продаваться. Я с этим еще, друзья, не разбирался. Но если вдруг кто знает ответ на этот вопрос, то, пожалуйста, напишите в комментариях, кто уже на этой карте поиграл. Потому что я не могу все знать. Все и обо всем. И, друзья, мы лезем с вами в меню. Потому что я не смог посмотреть, сколько же в сумме у нас денег-то за это пришло. Доходы от продажи урожая. 57 тысяч у нас получилось с одного прицепа. В общем-то, я тогда сейчас по-быстренькому съезжу, привезу еще два таких прицепчика. И мы с вами посмотрим, что мы будем делать дальше. Куда мы будем тратить денежки и так далее. Ну и в итоге, друзья, прошло у нас около 15 минут. И я таки отвез с остальных линий все, что там насобиралось. По 833 куба у нас на каждой линии сейчас осталось досок. И, в общем-то, пускай оно дальше работает. А на балансе у нас тем временем уже есть 199 тысяч денег. А следующее производство, которое мы собирались ставить, то бишь производство планок, оно стоит 132 тысячи. На самом деле, большого смысла его ставить прямо сейчас нету. А ставить я его решил вот на эту площадку. А так как на этой площадке сейчас идет вырубка деревьев, скажем так, то я решил сначала вырубить деревья. Потому что сгружаю я их на эту площадку, чтобы потом их не возить через вот это вот все дело. Их тут не так много будет. Мы сейчас вырубим все отсюда, абсолютно все. Приведем вот это дело в порядок. И дальше можно будет уже смотреть, как что будет работать. Чтобы это все красиво в итоге сделать. Чтобы красиво здесь поставить эти производства. Потому что я на самом деле не особо все это дело умею. У меня не всегда получается красивое какое-то строительство. Не знаю, сколько времени у меня сейчас уйдет на вырубку всего этого дела. На удаление пеньков, на запуск всего. Короче, посмотрим. Ну и плюс еще хочется подождать немножко времени, чтобы эти планки самые сразу запустить. А для этого надо, чтобы у нас какие-то доски хотя бы появились. Потому что поставить завод и не посмотреть, как он работает, это как-то не по-человечески будет. Поэтому, друзья, в общем-то, побыструхи вы сейчас наблюдаете, как я пытаюсь бороться с этим конченным лесом. А у меня не очень хорошо это получается, как вы можете заметить. Ну и как только я это закончу, мы, в общем-то, продолжим с вами общаться. В итоге, друзья, мы заново забили еще на 186 кубов нашу лесопилку. И может быть, кстати, за это время уже доски 1700... Да, 08. Почти поддон. Почти уже. Скоро будет. Полянка у нас чистая. Там, друзья, остались только пеньки. Пеньки как-нибудь, не знаю, на стриме повырезаем. На каком-нибудь. Сейчас у меня нет вообще ни малейшего желания это все делать. Да и снимать, скажем так, это не самая интересная затея. А нам тогда надо поставить производство. Производство планок. Вот такую вот штуку, которая стоит 132000. Кстати, она не так много места занимает, и это прекрасно. А еще желательно. И вот хрен же видно. Вот сюда доски нужно будет, или планки у нас здесь появляться будут. Знаете что, давайте вот так вот это повернем все дело. Хотя, с другой стороны, у нас потом доски надо будет сюда привозить, чтобы это тоже удобно было. А нормально, удобно будет. Вот, в общем-то, если что, вокруг объедем, и можно будет спокойно к этому триггеру подъезжать. Вот сюда вот. Вот сюда, да. Влепим. И да, доски у нас сюда нужно привозить. Значит, вот сюда вот мы пихаем доски. Интересно, эту штуку можно открыть? Потому что тут все можно открывать. Нет, нельзя. И где-то там у нас будут планки. Наверное, вот здесь вот будут появляться. Да, никакого топлива абсолютно не требуется на это производство, поэтому просто закидываем доски, получаем планки. Ну, все логично. А вот здесь вот у нас счетчик, склады какие-то, что-то будет появляться, что-то будет считаться. Ладно, даже не знаю, с какой скоростью оно будет это делать. Надо, друзья, наверное, промотать немножко времени, чтобы у нас появились первые досочки здесь, чтобы можно было закинуть и посмотреть. Потому что 1700, это все прекрасно. Давайте вот часик мотнем. Не часик, а пока доски появятся. А вот, кстати, они и появились. Круто там. Давайте с каждой линии тогда выгрузим, а хренушки, да? Тут по 1999. Обожаю ферму за это. Значит, мотаем еще чуть-чуть, пока не станет чуть больше. Давай, давай. О, вот теперь точно можно будет выгрузить. А че нельзя-то? Оно же... Две... Два кубаж. Нет? Больше разве? Разве они четырехкубовые? Странное дерьмо. Ну ладно, давайте тогда еще мотнем время. Я не знаю, пускай вон пять кубов будет. И сейчас можно сделать из пяти кубов два поддона. То есть они, по сути дела, по два куба. Нет, они по два с половиной. Я понял. По два с половиной куба эти поддоны. Хорошо. Выгрузим сейчас каждый. А я думал, они по два. А они, оказывается, по два с половиной. Ладно, хорошо. Выгружаем все вот это дело. У нас теперь здесь есть несколько поддончиков. Я думаю, друзья, что мы просто их возьмем и вот так вот ручками поперетаскиваем. И запустим производство планок. Крайней мере, увидим, как это работает. Во, выгружается. И это производство теоретически должно было запуститься. Да, 2500 он здесь показывает. Я мог бы это раньше заметить, но отключил. Производство зашуршало. Тысячу литров в час он производит. Да, медленно. А мы, видимо, об этом не узнаем. Никакой анимации, никакого шуршания, никаких звуков. Ничего вообще не происходит. Ну ладно. Что есть, то есть. Ладно. Давайте тогда перенесем вот это вот все дело туда. Производство будет запущено. Я не знаю, тысячу литров в час это потребление или производство. И опять-таки, какие пропорции у нас уходят на это самое производство. Это тоже все очень интересно и все очень классно. Эксперименты, мать его, эксперименты. Интересно же. Вам же тоже интересно. Всегда интересны цифры. Что еще получается? Вот и мне интересно. Ладно, сейчас 6 поддонов сюда загрузим. И оставим все это дело на ночь работать. Посмотрим, что у нас получится к утру. Из 6 вот этих вот поддонов с досками. Что это за планки вообще такие? Чем они так и привлекательны? Куда они потребуются? И так далее. И там уже будем что-нибудь решать. Плюс, возможно, друзья, проведем пару стримцов за это время. Может быть, со спонсорами поболтаем о чем-нибудь. Надо и автодрайв записывать. Надо пеньки делать. Автодрайв нужно записывать, потому что контракты, друзья, тоже иногда хочется поупарываться. Вот это уж что такое. А, это ты делаешь, я понял. Я думал, здесь не полный поддон стал. И уж испугался. А я-то человек пугливый. Все, последний. Вроде как все, да? Вроде как это был последний. Что у нас там на складе-то? 15 кубов, все правильно. Вот, досочки, короче, у нас лежат здесь. Планки, наверное, будут появляться здесь. С одной стороны, конечно, можно было бы мотнуть время, чтобы вам это все дело показать. Но я, знаете ли, оставлю интригу. И все вот это вот дело уже в следующий раз мы понаблюдаем воочию. И опять-таки, надо будет заниматься лесом. И здесь у нас еще будет площадка. Я думаю, может быть, терраформингом каким-нибудь поиграться и сделать здесь асфальтированную дорогу. Вот эту траву всю поубирать отсюда. Потому что, потому что, да. В общем-то, дело у нас еще по горло, друзья. Если вы хотите продолжение, то надо, как в под прошлой серии, набрать ту и кучу лайков. Прошлую серию я опубликовал, знаете, когда? А я вам сейчас скажу, я посмотрю. Я ее опубликовал 1 час 47 минут назад. В общем-то, практически каждый третий, кто ее посмотрел, поставил лайкусик. Поэтому, друзья, продолжайте в том же духе. И будет все классно. А если, друзья, хотите смотреть ролики заранее, то можете оформить спонсорку. И вообще, кстати, да, пятюня всем спонсорам. Вы, ребята, красавчики. На этом, друзья, у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем пока-ки.